Я то, что очень долго искала и что я хотела видеть в таком широком потреблении и иметь в своих врачебных инструментах. Давайте мы сегодня с вами поговорим о том, как мы сможем с вами без какой-либо-то глубокой врачебной помощи пользоваться этим продуктом. Друзья, надо понимать одно, что это инструмент не для врачей только. Как, допустим, медикаментозные средства. То есть мы учим фармакологию, мы применяем это в практике, мы постоянно квалифицируем свое умение по применению химических препаратов. Но это другая совсем история. И там действительно без врача очень страшно иногда выпить какую-то таблеточку. То, что нам дают в такое широкое пользование, еще раз говорю, это не для врачей. Это для очень широкого круга населения. А больше я вам скажу, что это вообще в принципе для всех. Поэтому давайте мы не будем особо углубляться именно в какие-то медицинские и врачебные истории. А мы с вами вот сегодня просто поговорим, как начать пользоваться этим продуктом. Много вопросов, да, с чего начать. Как это все скомпоновать. И вообще, что нам даст этот инструмент. И я вас уверяю, если мы с вами будем понимать, что он дает и на какие точки приложения его работе в нашем организме, нам очень просто и легко будет для себя компоновать это в какую-то систему и пользоваться этими замечательными вещами. И мы очень много с вами говорим о системном подходе. И вот меня вы постоянно слышали, слышите и будете слышать системный подход. Немножечко хочу про это проговорить, что такое системный, что мы под этим будем подразумевать, потому что это как-то, понимаете, немножечко уже чуть-чуть, ну, часто слово, которое мы слышим, оно немножечко чаряет свой глубокий смысл. И все-таки, что такое системный подход, как мы будем с вами здесь работать. По большому счету мы будем с вами работать. Смотрите, друзья. Системный подход – это такая очень… Это система, ну, понятно, что это система. И она всегда включает очень много элементов. Немножко такая философская сейчас будет окраска, да, накрас философские моей информации. Но мы с вами, когда будем говорить о здоровье, только будем говорить о здоровье, мы всегда будем чуть-чуть философствовать. Без этого у нас ничего не получится. То есть что включает, в принципе, любая система и система здоровья? Это прежде всего выход, да? Что такое выход? То есть какую цель мы с вами преследуем, работая со своим организмом? И цель у нас, понятно, одна. Мы хотим быть здоровыми, мы хотим быть работоспособными. И вот эта вечная история «хочу быть молодым, здоровым, энергичным» – это наша территория. Конечно, вход. То есть в этой системе должен быть опять вход. Что такое вход? Это те ресурсы, за счёт которых система живёт. Что такое связь с внешней средой? То есть ни одна система сама по себе, но она не может существовать. И наш организм, давайте я буду привязывать сразу к организму, он не может существовать вот прям вот-вот он один, и ничего вокруг не существует. Естественно, каждый мы и каждый наш организм, мы что делаем? Мы взаимодействуем, во-первых, с окружающей средой, да? То есть все наши продукты жизнедеятельности, вся наша информационная внутренняя часть, она обязательно будет трансформироваться во внешнюю среду. Но точно так же внешняя среда со своими условиями, со своими агрессивными и неагрессивными факторами, всё, что мы в жизни называем там, допустим, экологическими составляющими. Просто когда мы говорим об экологии, всегда, друзья, надо помнить, что это не только выхлопы газов или работы каких-то заводов рядом, а это энергоинформационное поле, которое немножечко сейчас, не совсем бывает, ну, как бы вам сказать, для организма полезным. Это сбита сама информационная система, и это называется информационным отягощением, по большому счёту. Поэтому обязательно рассматривать организм, живой организм связи с внешней средой, это наша будет просто задача. Почему я немножечко сейчас чуть-чуть углублюсь здесь? Я очень глубоко практикующий врач, и я неоднократно встречаюсь с тем, что человек, принимая определённую систему биологически активных добавок, очень красиво, грамотно составленную, с очень такими глубоко работающими инструментами, друг как бы разочаровывается, потому что он не получает результат, который, в принципе, он хотел бы получить. И, в принципе, он же ожидает, человек, этот результат. И все те мои вопросы, которые я ему задаю, а что изменилось во внешней среде твоей жизни? А что ты в себя продолжаешь или перестал продолжать плохого встраивать? Ну и многие вот такие вот вопросы. Естественно, начинаем понимать, что всё классно, ты в себя вот эти капсулки заглатываешь их, да, и они работают там. Но измени, пожалуйста, ещё и внешние обстоятельства, которые продолжают нести ту агрессивную нагрузку, которая у тебя в жизни была до этого. То есть это тоже надо обязательно. Ну и обязательно обратная связь. Это речь идёт о том, что та система, о которой мы будем говорить, это обязательно взаимодействие с внешним, ваше внутреннее взаимодействует. Вот с внешним, это внешнее влияет на внутреннее. То есть вот, ребят, что такое система. И действительно, это не совсем простой подход. И рассматривать здесь не только процессы, которые происходят в нашей биохимии, в нашей биологии, в нашей физиологии, в нашей анатомии, если такие изменения происходят, но здесь огромную роль играет ещё и уровень мышления человека, то есть его настрой, его вибрационные характеристики. А мы об этом с вами обязательно будем говорить, неоднократно будем возвращаться к этой теме, потому что это очень важная составляющая системы здоровья. И если мы не будем учитывать вот этот вот фактор, то опять же тот результат, который мы ожидаем, на что мы надеемся и к чему мы стремимся, исполняя вот эту систему, друзья, он не совсем может вас порадовать. Поэтому в самой же медицине системный подход, это предусматривает… В медицине мы тоже говорим о системном подходе. И здесь сама медицина, она что предполагает? Она предполагает, что врач занимается пациентом, и пациент выполняет назначение врача. Но здесь надо интегрироваться с какой историей? Надо интегрироваться с тем, чтобы вот усилия врача, они обязательно сопровождались тем, что организм накапливает свои ресурсы или понимать, какие ресурсы имеет организм. То есть, смотрите, здесь опять речь о том, у нас с вами, немножко сбегая вперед, будет очень длительное взаимодействие в плане вот таких обучающих вебинаров, семинаров, это я попозже скажу, и я прошу вас понимать и для себя усвоить что. Друзья, медицина – это неплохо. Мы не будем себя противопоставлять доказательной медицине. Ни в коем случае. Я знаю точно, что многие из вас, они наблюдаются у эндокринолога, гинеколога, уролога и так далее. Поэтому, смотрите, даже если человеку приходится выполнять какие-то протоколы в медицине поликлинической и клинической, то в это время наша задача, наша территория – мы создаем ресурсы, чтобы организм не ушел в другие патологические состояния. Да, возможно, есть такая сформированная на всю жизнь проблема, например, гипертоническая болезнь. Из гипертонической болезни человек, возможно, вот с этого диагноза, он не будет снят под наблюдением докторов. Но если организм в ресурсе, если мы нивелируем побочные эффекты, накопительность создаем ресурса, и значит, что вот эта гипертоническая болезнь останется на поломках функционала на том уровне, на котором это было, и организм не потянет за собой следующие петли, формируя какие-то другие патологические состояния. Это наша территория. Конечно, мы будем говорить о том, как создавать эти ресурсы, где глубоко и какие ресурсы, об этом чуть позже. Но что нам это поможет, если мы создаем ресурс свой? Значит, это предупреждаем заболевание, а то, что наша территория – это превенция и предупреждение однозначно. Мы однозначно замедляем процесс старения, потому что ресурс – это те возможности организма, за счет которых он может справиться с той или иной ситуацией, стрессом, выходом из какого-то коридора своего здоровья и быстро вернуться к своему нормальному состоянию. А старение, чуть позже я буду говорить, оно обусловлено чем? Друзья, что такое старение? То есть ты очень быстро вырабатываешь свой потенциал и количество умирающих клеток, вот этот коэффициент меняется между умирающими клетками и клетками, которые рождаются вновь. Человек намного быстрее стареет, об этом тоже поговорим. Конечно, мы будем за счет ресурса, который будем создавать и научимся это делать, мы повысим сопротивляемость неблагоприятным факторам. Что такое неблагоприятные факторы? Это наши стрессовые ситуации, это вирусные нагрузки. Мы все пережили и продолжаем немножечко хвост этой ситуации, сейчас тянется, да, коронавирусные инфекции. Ну, я условно называю ситуацию ковид, потому что нам пришлось нелегко, согласитесь, и медикам, и пациентам, и мы, медики, были сами пациентами. То есть такая непонятная, абсолютно вышедшая из всех берегов ситуация. Я помню, как создавались эти протоколы лечения, как мы старались найти какие-то точки соприкосновения, чтобы понимать, что надо делать с людьми, уменьшая там летальные исходы. Все это было. Но если в организме есть, он может садаптироваться к этой ситуации, то есть он включает свои дополнительные механизмы и сама, скажем, из границ вышедшая ситуация, она уже не повлияет так, что сформируется какое-то, не дай бог, критическое состояние, да, или глубокое патологическое состояние. Ну, и, друзья, опять же, очень много будем говорить об этом, как это делается и где это, все это совершается, вот это вот чудо, когда мы действительно сохраняем, да, свою молодость и отличный тонус. И здесь, когда мы будем говорить о молодости, конечно, не о паспортных данных, конечно, не о косметологии, да, там, пластических хирургий или еще каких-то непластических, да, нехирургической косметологии. Конечно, это все играет роль, потому что видеть себя очень приятно, да, ухоженный, красивый, без лишних морщин, отеков и так далее. То есть вот это восприятие себя извне, опять это уже система, да, играет очень важную роль в твоем настрое. А твой вот такой вот настрой позитивный, он однозначно, скажем так, дает тебе вот это вот состояние, да, энергетической активности и молодости. Тоже будем об этом обязательно говорить. Опять же, давайте поговорим о ресурсе. Я буду сегодня много возвращаться и часто возвращаться к этому понятию. Смотрите, ресурсы в организме, да, мы же будем их с вами как-то вот накапливать, мы будем их создавать, мы будем на них опираться. Что это такое? Клеточные ресурсы, биохимические ресурсы и биофизические ресурсы. Клеточный ресурс, то, о чем я вам говорила, это количество здоровых функциональных клеток, которые по полной программе выполняют полностью свои функциональные задачи. И каждая клетка в каждой ткани, она четко запрограммирована на определенную функцию. И если из этого вот такого сообщества какое-то количество клеток вылетают и не выполняют свои функциональные задачи, то рядом с ними начинает за них работать. То есть сразу они, эти клеточки, которые неправильно вот работают, да, или у них нет сил, они, эти клетки сразу, они будут уничтожаться. То есть им дадут какую-то возможность привести себя в порядок, но пока есть возможность привести в порядок вот этим вот клеточкам, все окружающие клетки будут за них работать. Потому что есть более высокие задачи, более высокие общие функции, да, которые должны выполниться. Вот клеточный ресурс – это об этом. Что такое биохимический ресурс? То есть когда клеточка вот это все, ребята, выполняет, то для этого должен быть определенная какая-то платформа, да. То есть должны быть какие-то структуры, что-то, что будет это выполнять. Это белки, жиры, углеводы, аминокислоты, о которых мы очень часто говорим, и они формируют клеточный ресурс. Смотрите, о чем здесь речь идет. Друзья, мы всегда должны помнить. Вот всегда, ежесекунда. Как только мы читаем каталог, или приходим и выбираем какой-то себе препарат, или мы, когда научимся системно это все применять, то есть составляем себе определенную систему, мы должны всегда помнить, что мы прежде всего в пищевую корзину для клетки. Это очень важно. То вот мысль, которую я сейчас сказала, она очень важна для того, о чем мы с вами будем дальше говорить. И, конечно, физические ресурсы, биофизические. То есть мы физическое тело. Мы с вами определенные вибрационные энергетические характеристики. Мы с вами излучаем тепло. Температура 36,6 — это тепло. И тепло имеет свои определенные частотно-волновые. Это вибрация. Это, опять же, информационное взаимодействие с окружающей средой. Это, естественно, вибрации, которые могут, кстати, замеряться определенными приборами. И я это знаю точно, потому что я участник очень многих исследовательских процессов, доказательных процессов. Но если мы как система, организм не взаимодействуем вибрационно, то, опять же, этот ресурс мы создать себе никогда не сможем. Поэтому еще раз, ресурс в организме, чтобы мы понимали, о чем речь идет, это количество здоровых клеток, нормальных, рабочих ребят, которые не подведут, не, скажем, соскочат с процесса раньше времени. Это то, что вот для этого всего надо. И нам обязательно в составляющих необходимо это все. И, естественно, вот то, что мы вибрируем, и как мы информационно-энергетически взаимодействуем. Ну давайте, забегу немножечко вперед. Я вообще люблю эту тему. Эта тема для меня, то есть вопрос энергетики, биофизики, полей, вибраций и паразитов, и вирусов, и наших клеток. Это отдельный мир и в моих обучающих программах, и в моей практике. И, знаете, мне очень нравится, что здесь, я чуть позже расскажу, есть вот эти вот штучки, да, которые вот не надо внутрь в себя там по часам вкладывать, а вот один раз их взяли, накрылись, на нее легли и вот это вот выпили, да, чуть попозже скажу. Это классно, потому что, понимаете, мы можем отдать хорошую капсулу с замечательными составляющими, мы можем накормить клетку, мы можем сделать лимфодренаж, мы можем привести качественные характеристики кровотока, жидких сред в порядок. Но, да, за счет этого тоже энергетика, она улучшается, и вибрации повышаются. Но, друзья, представляете, нам еще надо извне взять хорошую вибрацию. Вот то, о чем я говорила, система, и это не только внутри системы, это еще извне, который вот не надо, простите меня за, может быть, такие слова не совсем, ну, красивые, но не надо заморачиваться, как нам это сделать, что я сейчас, я вот живу в центре Москвы, вот у меня лэп идет, да, у меня здесь, я живу в этих условиях, но мне здесь комфортно, у меня метро 100 метров и так далее. Как я против этого смогу? Ну, что, я же вижу, но есть одеялко, есть подушка, правда же, потом немножко похоже. Это очень важно. Это, кстати, накопить эти ресурсы, поверьте мне, намного сложнее, чем накормить клеточку или привести лимфатическую систему в порядок. Поэтому, еще раз, вот это состояние ресурсов, есть определенные показатели, соотношение здоровых и поврежденных клеток, естественный коэффициент должен быть очень хорошим, потому что здоровых клеток должно быть максимально 90%, но, естественно, всегда есть клеточки поврежденные, не без этого, потому что мы не живем в абсолютно шикарных условиях, и здесь имеется в виду еще не то просто поврежденная клеточка, которую дали, да, чем-то там по голове, нет, друзья, но клетка, проживая свою жизнь, она все равно рождается и умирает. И, естественно, вот умершие клетки, это тоже клетки, которые должны утилизироваться, то есть апоптос, да, мы называем это, то есть уничтожение собственных клеток. И повреждения, например, вирус, ОРВИ, опять же тот же коронавирус, цитомигалы или что-то, какие-то внутриклеточные повреждения клеток, оно будет, мы никуда от этого не денемся, потому что мы живем с этим совсем, оно окружает нас, оно живет в нас, мы тоже для них определенный мир, и мы понимаем, что в организме их должно быть очень мало, их должно быть так, чтобы все остальное просто не замечало. Конечно, функциональные клетки должны быть в основном и превалировать над соединительной тканью, а что-то, ну, имеется, да, не соединительная ткань, это связки, да, и все, что из себя представляет, и соединительная ткань как программа человеческого организма, а имеется в виду перерождение функциональной ткани, мы все знаем, что такое жировой гипотоз, да, когда идут колоссальные медикаментозные нагрузки, вирусные гепатиты, ну, если про печень говорить, то со временем какие-то там алкогольные нагрузки, никотиновые нагрузки, стрессовые ситуации, крутые гормональные нарушения, вышедшие из-под контроля, да, из невозможно, которые скорректировать, очень часто на фоне этого формируется жировой гипотоз. Ну, вот это что такое жировой гипотоз, то есть клетка печени, которая чётко выполняет свою определённую задачу, а у неё почти 500 функций на ней завязаны, да, она вне возможности всё это делать, потому что на неё постоянно что-то, её немножечко, скажем так, подабливает, конечно, она меняет свою функцию, ей что-то не хватает, в ней скапливается много того, чего не надо, и эта клеточка начинает перерождаться, и перерождается она в нефункционирующую соединительную ткань. И в конечном итоге гипотоз, там, гепатит, гипотоз, цирроз печени, понятно, да, цирроз печени – это замещение клеток печёночной ткани, соединительной ткани. И опять мы говорим об уровне насыщенности живых клеток энергоресурсами. Друзья, запекая вперёд, здесь, возможно, есть новички, здесь, возможно, те, кто ещё не слышал о том, что здесь есть, какие инструменты, такие шикарные вещи, которыми мы обязаны просто пользоваться. Поэтому, забегая вперёд, ребят, насыщить энергоресурсом – да, дать клетке живое, потому что всё, что мы будем вводить в клетку – это живое, это с вибрациями. Мы мёртвое в клетку ввести не можем, но извне получать энергоресурс мы можем при помощи тех инструментов, которые у нас называются, наши замечательные одеяла-подушки, чуть позже я об этом скажу. Самое главное, самое главное – вот создать нам вот эти самые адаптационные ресурсы. То есть, что в нашей жизни сейчас очень важно? Резкие перемены. Опять же, мы резко стрессуем, мы резко переходим. Даже вот, знаете, перелёты из одной климатической ситуации в другую – это тоже стресс для организма, причём очень крутой стресс. У нас стрессы психологические, у нас стрессы эмоциональные, у нас колоссальная агрессия на наш организм. Опять же, со стороны вирусов, со стороны факторов окружающих среды. Мы всё это знаем, мы всё это понимаем. Как вы думаете, может человек даже в этих условиях жить нормально, качественно, не приобретая какую-то устойчивую патологическую ситуацию. А устойчивая патологическая ситуация – это уже сформированная крутая проблема, до формирования которой лет 10 уже точно прошло, когда что-то начало случаться, но всё это ещё не чувствовалось, не понималось и не принималось во внимание. У нас же как? Всё только тогда, когда… Поэтому вот эти адаптационные ресурсы для адаптации, для того, чтобы мы смогли с вами перенести вот такие вот стрессы, значит, это энергетические, это любые вещества, которые мы с вами будем давать, которые дают этот ресурс, и, конечно, пластические. То есть что такое пластика? Это, в принципе, строительный материал. А смотрите, как я хитренько сейчас. Макромолекулы, органоиды клетки, клеточка, клеточка. Вы же уже понимаете, кто знает, о чём речь идёт? Куда я сейчас это всё кланю? Вот, клеточка, клеточка, клеточка. И, конечно, друзья, смотрите, вот от чего я вас буду уводить? На что я не люблю отвечать? И для меня эти вопросы неинтересны. Когда меня спрашивают, вот у меня миокардит, что мне пить? Или у меня мочекаменная болезнь, что мне надо, с чего начинать? Почему мне этот вопрос неинтересен? Во-первых, тот инструмент, которым мы с вами работаем, это инструмент или капсулки, или вот эти замечательные препараты. Друзья, они, услышите меня, пожалуйста, не от чего-то. Они для чего-то. Они не от давления, они не от песка в почках, они не от гепатита, они не от вируса. А не для того, чтобы клетка организма там, где она поломана по каким-то причинам, пришла в свою норму, встрепенулась, вспомнила, для чего она там нужна и что ей надо делать, и начала это делать. Видите, сейчас человечка, и самая первая картиночка – это молекула. Понятно, что клетка состоит из всех вот этих органоидов. Это все состоит из молекул. В ткани мы уже можем что-то увидеть. Да, вот когда ткань, например, гипертрофия или ткани щитовидной железы, или гиперплазия ткани, мы уже видим. Мы уже видим, как меняется орган, гипертрофия сердца, вид его на УЗИ, на какие-то функциональные диагностики. Если это человек, собирая все это в какую-то единую картиночку, правда же, мы уже можем поставить диагноз там. Миокардия, гипертоническая болезнь, но клетки, ребята, клетки, клетки. Какой мы диагноз можем выставить? Клетки мы диагноз не поставим никогда. У человека, это я вот цифры привела, каких-то годов. 260 тысяч по нозологии диагнозов, представляете? То есть задача врача, вот из этих 260 тысяч что-то такое соответствующее найти. То есть, ага, давление постоянное, все там, все. Где функциональный класс, гипертоническая болезнь? Опа, ты там сиди, человек, да, вот у меня гипертоническая болезнь, функциональный класс третий, знаю, бра-бра-бра-бра. Так, открываем, что у нас по протоколу? Вот гипертоническая болезнь и функциональный класс третий недостаточно сердечный. Ага, вот эти вот таблеточки, все, я таблеточки сейчас быстренько написал. А, где ты? Кто? Кто у меня пришел? Кому я это все? На тебе. И он ушел. Это да. 360 тысяч там лекарств. И они постоянно появляются. И никто не говорит, что они не нужны. Хорошая, нехорошая, подделка, неподделка. Никто не говорит, что они не нужны. Друзья, если давление 220 на 180, пока мы достучимся до клеточки, пока мы в эту клеточку, пока мы... Поэтому, конечно, вот то, что я говорила вам об интеграции медицинских протоколов врачей и нашей, нашего поля деятельности, но мы в это время дали таблетку, давление, да, мы держим, немножко сосуд расширили, то есть заблокировали сигнал организма, пожалуйста, сожмись, дай кислород. Мы заблокировали этот сигнал, сосудик встал, естественно, давление там 160 на 100, все это устраивает, но в это время быстренько соображаем, а что привело к тому, вот к этим цифрам 220. Смотрим туда, смотрим сюда, быстренько начинаем вот этой вот клеточке давать силу, возможность, ресурс для того, чтобы она поняла, что она где-то была неправа, что она сработала неправильно, ну и так далее. Поэтому, друзья, а у клетки что? А у клетки бывает всего лишь, еще раз, ну я просто вот эту картиночку, да, митохондрия, если кто-то сейчас мне напишет тот диагноз митохондрия, Нобелевская премия, выколем, аппарату Гольджи, поставьте, пожалуйста, да, какой-то диагноз, либо сомки, поставьте диагноз, клеточные мембраны, нет, друзья, диагноз мы не поставим, мы только будем знать, работают они как надо или не работают. У клетки всего три проблемы. Это ей не достает все, что ей надо, вот недостаточно. Или в ней всего много того, что не надо ей. То есть не смогло вот это все из клетки по каким-то причинам выползти, выйти, вытечь. И третья причина, в клетке какая-то чужая жизнь, а это внутриклеточные паразиты. Это вирусы, это малярийные плазмодии, это таксоплазма, я тут не стала, естественно, все их перечислять. Почему вирусы я поставила на первый план? Потому что сейчас это беда века. Мы сейчас будем говорить о чем? О том, что мы всегда будем создавать с вами клеточные ресурсы. Это органические вещества, произведенные другими. Это неорганические минерали и соли. И очень важно, кислород, который необходим для клеточного дыхания. То есть клетка, она вдох-выдох не делает. Она за счет получения кислорода, нужного количества кислорода, пришедшего в нужном количестве, в нужное время, в нужном качестве, она только за счет этого сможет выполнить все свои функции на все 100%. Собственно говоря, вот эти вот три позиции, их не так сложно откорректировать. Для того, чтобы вот этот вот ресурс накапливался, мы должны тоже понимать, что есть определенный клеточный цикл. Еще раз, клеточка рождается и клеточка умирает. Вот это вот ее жизнь. У каждой клетки свои истории. Кто-то 120 дней живет, кто-то 3 месяца живет. У каждой клетки свой период, то есть свой жизненный цикл. Конечно, это рождение клетки, конечно, это рост клетки, конечно, это синтезы, накопление питания. Откуда клеточка, почему она будет развиваться, расти? Она из внешней среды должна все для себя взять. Но смотрите, я опять хочу вот здесь вот сейчас сделать вот такой вот акцент. Друзья, клетка живая, она вибрирует. Вибрирует. Понимаете, вот клетка примет то и в себя впустит то, только если оно будет живым. То есть если что-то плавает не живое, а что значит живое? Не имея каких-то вибрационных характеристик, плавает. не имея, то клеточка, которая вибрирует, она не возьмет вот это вот мертвое, которое мимо проплывает. Вот это вот мертвое, которое мимо проплывает, может только что-то не дать, какой-то сигнал, прервать, чтобы до клетки это не дошло. Я очень грубо объясняю, но мысль. клеточка в себя путем очень сложных механизмов, и он не один, это и каналы, это и рецепторы, это очень сложный механизм, она в себя пропустит только то, что имеет определенные вибрационные характеристики. То есть для того, чтобы накормить клетку и создать в ней энергетический ресурс, мы должны до клетки донести живые вещества, органику. И только органическое, и только то, что живое, и только то, что вибрирует, и только то, что взятое из живого, из вибрационного, оно сможет войти в клеточку. Но у нас тут еще одна фишка, и мы чуть дальше поговорим, в чем вся вот эта вот прорыв просто на уровне биологически активных добавок, вообще вот этих вот препаратов, о которых мы говорим, натуральные, прорыв произошел. Потом идет спецификация клетки, то есть клеточка или туда, или туда, потом она готовится к делению, потом ДНК удваивается, вы уже слышали об этом, и происходит деление. Представляете, вот эти вот сложные процессы, вот этот клеточный цикл, он тоже для того, чтобы родилась вот эта клеточка, для того, чтобы произошло удвоение ДНК, для того, чтобы из одной получилась точно такая же красивая, функционально нормально работающая клетка, для этого нужно все, о чем мы с вами говорим, а по-другому не будет. Потому что если клетки во время клеточного цикла не дали все необходимое для совершения этих естественных процессов, значит, эта клетка даст сбой и родит себе, лучше бы она вообще не родила, но если она рожает, то она рожает не подобную себе клетку, а допустим, ткань печени, ей нужна точно такая же клетка, такой же гепатоцит, ни больше, ни меньше, потому что этот умрет, он отжил, а новая такая же должна быть прямо один в один появиться, потому что она должна взять это наследство и продолжить выполнять те задачи, которые выполняла эта клетка. А если в этой клетке сидит вирус гепатита С, вирус гепатита В или цитомигаловирус, то, естественно, клеточка, лучше бы еще раз говорю, она вообще никого не рожала, но она рожает себе подобную, то есть вирус программирует клетку на деление клетки подобного себе вирусу. И клетка уже не гепатоцитная, а клетка уже как вирус гепатита С. Понимаете, почему? Вот тут прям внимательно меня сейчас слушайте. До мурашек во всем теле. И когда появился тот продукт, которым я сегодня буду говорить, который наш флагманский, и который я не знаю, что, который, и я четко понимаю, что моя точка приложения сейчас то, что мне не хватало, то, что у меня, ну не то, что не получалось, это было большими усилиями. Сейчас будет это получаться. Какие вот задачи стоят перед нами с вами? То есть где наша территория? Мы не лезем в операционные, мы не лезем на кресло к гинекологам, мы там узистам не мешаем, да, мы никому не мешаем. Мы им всем друзья. Причем не врачи здесь должны быть друзьями врача. Врачи здесь для того, чтобы немножко мозг иногда вправлять своим коллегам, извините. Но мы с вами все просто крутые помощники всем этим процессам. И прежде всего самим себе. И перед нами стоят четкие задачи. Обеспечить поступление нужных веществ. Обязательно. Обеспечить переработку и усвоение этих нужных веществ. Обязательно. Обеспечить транспортировку этих веществ в клетки. Мы же не просто усвоили, и пожалуйста, да, в крови это все плавает. Нет. Она обязательно, вот это все должно в клеточку войти. Нужные вещества подошли к клетке. Это целая история. Обеспечили транспорт этих веществ к самому клетку. А у нас есть, да, флагман. Мы обязательно должны обеспечить дренаж и чистоту того пространства, жидких сред, в которых клеточка живет. И естественно, мы должны обеспечить правильную регуляторную функцию. Потому что все, что я вам сейчас сказала, поступление нужных веществ, переработка, усвоение, транспортировка, частота лимфатического пространства, ежидких сред, энергетический потенциал, дренаж и так далее и тому подобное зависит напрямую от того, какие сигналы идут от центральной нервной системы для выполнения всех этих задач. Вот задачи, которые стоят перед нами. Скажите, пожалуйста, для того, чтобы выполнить эти задачи, нам надо обязательно знать четко диагноз и упереться в варикозное расширение вен, чтобы выполнить эти задачи. Скажите, пожалуйста, нам надо знать, мы просто будем с вами уметь это делать. Что значит обеспечить переработку и усвоение нужных веществ? Друзья, ну, желудочно-кишечный тракт. И сейчас о микробиоте, о слизистой оболочке кишечника, желудочно-кишечного тракта. В многих вот этих вот моментах, ну, только ленивый не говорит. Микробиота, микробиом, паразитозы, системные воспаления, синдром раздраженного кишечника, синдром дырявого кишечника. Есть такой диагноз дисбактериоза или нет такого диагноза дисбактериоза. И есть такой диагноз дисбактериоз. Но причем это не диагноз, это очень тяжелое, длительное, устойчивое состояние всего организма, а не только кишечника. Значит, друзья, варикоз, зорикоз, менинги, постинстольтная, постинфарктная, гипертония, дистония, все, что угодно. Скажите, пожалуйста, ЖКТ есть ненормальным у таких людей? Я уверена, что нет. То есть человек, который с каким-то ходит диагнозом или с каким-то нестоянием, он априори здоровый желудочно-кишечный тракт иметь не может. Поэтому, что бы вас не беспокоило, как бы вы себя не чувствовали, что бы с вами не происходило, ЖКТ. Что есть для ЖКТ? Это вот для того, чтобы обеспечить переработку, того, что мы с вами выпьем, естественное усвоение. То есть мы наглотаться всего, что угодно можем, но это же должно еще как-то пройти какие-то процессы, да, определенные. У нас есть два замечательных инструмента. Метагель и клетчатка. Я немножко вытащила из того продукта те составляющие, которые делают это на все сто процентов. И смотрите, насколько важен кишечник. И Илья Мечников это вообще столб вот завернутой вот этой темы микробиоты, полезных бактерий, ну и так далее. Он, его слова, смерть начинается в толстой кишке. И это правда. Конечно, не только в толстой, не только в толстой, но и в тонкой кишечнике, имеется в виду вообще весь кишечник. Но он всегда говорил о бактериях, которые живут в толстом кишечнике, о наличии или их отсутствии. И он всегда стоял на той позиции, что если идет нерегулярная работа, извините, запоры, наоборот, поносы или еще какая-то вот эта вот история, то говорить о здоровье не приходится. И он даже своим ученикам, когда начинал читать лекции, он всегда говорил, долгая счастливая жизнь это здоровый толстой кишечник. И от кишечника это мы с вами будем опять же постепенно. Мы будем обо всем говорить. Я буду максимально простым языком вам это все рассказывать. Но есть такие оси. Вообще же сейчас вы слышали или нет, кишечник это первый мозг. Но здесь имеется в виду не то, что он интеллектуально, или это IQ в кишечнике, хотя по сути это там. Как он работает и как в нем живут все, кто надо и живут все, кто не надо, то кишечник влияет естественно кровь и лимфа, кишечник, ось, кишечник, мозг, кишечник, вообще кожа зеркала кишечника. Кишечник это абсолютно гормональный статус. Женщина вся эстрогеновая история. Она зарыта в толстом кишечнике и в печени. Это отдельный вопрос. Кишечник почки. Почему? Потому что имеется ЖКТ, потому что печень, которая неправильно справляется, то есть не справляется с мочевой кислотой, привет, ураты в почках. И я вам заранее говорю, что песок в почках или камни в почках никогда не рассматривается как проблема почек. Любое накопление конкрементов в почках есть проблема желудочно-кишечного тракта. кишечник влияет на костную систему, кишечник влияет на жировую ткань, кишечник на печень, кишечник сердца. Но кишечник сердца это вообще по китайской медицине один канал. Кишечник тонкий кишечник и сердце это единый канал, об этом будем говорить. Понимаете, что такое кишечник для нашего организма. И вот эти два инструмента, два препарата, которые у нас с вами есть. То есть в составе есть сорбент с огромным широким спектром действия сам. И я не буду сейчас говорить, что вот эти молекулы, чем они заряжены, как они на себя притягивают, как натягивают. Запомните одно. Когда вы пьете метагель, то есть не повреждая слизистую оболочку остатки здоровой слизистой оболочки кишечника и желудка не повреждая. Значит, не забирая на себя хорошую фору, потому что заряд не тот, это не навредит и на себя не заберет все, что там полезно и нужно. То есть это просто как биологическая клетчатка, биологическое слово, прям, ну, ключевое, биологическое, на себя она берет, ребят, я анестезиолог, да, 23 года, я видела на вскрытии кишечника вообще, что там даже у худеньких, вот худенькая-худенькая на операционном столе, когда, ну, по необходимости кишечник, извините меня, вскрывали, да, такое видишь, и прям хотелось всю эту промывать, вымывать и убирать. но очень много вот этих вот в криптах, да, это в петельках, ну, вот, слизистая, она как крипты, вот такая вот волнообразная, вот в этих вот ямочках много всякой фигни там остается, много очень вот залеживается, уплотняется, от этого идут нарушения, то есть это все на себя может забраться и вывести, вот это вот запомните, да, то есть это биологическая клетчатка, которая никак не повредит слизистой желудка, кишечника и всем вот этим вот оболочечкам, это просто такая вот пылесосик, робот-пылесос, я его называю, да, вот робот-пылесос, который забирает ненужный мусор, и естественно забирая ненужный, вот клетчатка, да, улучшается сама перистальтика, то есть вот этот вот процесс выброса, выведения, очень хорошая история, то есть вот это вот делает хитозан, если мы создаем нормальную площадку, чистую площадку, то там те, кто не должен жить, они жить не будут, потому что это не их среда, это не их вибрационная характеристика с клеток слизистой оболочки, то есть да, там может кандида жить, продолжать, но она не в таком количестве и не в такой активности, что даже в крови начинает, плавать и по всему организму разноситься, конечно, нет, поэтому, друзья, хитозан, это я им работаю в своей практике, с 98 года, ежедневно, с сотнями тысяч пациентов, и у меня хитозан всегда базовый продукт решения всех проблем, скажите, пожалуйста, я до вас донесла, что первое, что делаете, это приобретаете мета-сел, то есть это у вас первый базовый продукт, все, клетчатка, это пищевые там волокна, очень много хороших составляющих, там лист шелковицы, это достаточно недешевая история, и она очень хорошо работает с углеводным обменом, то есть с процессом всасывания или не всасывания там углеводов, сейчас опять не буду я сюда погружаться, там лучший пребиотик, что такое пребиотик, то есть это то, что опять будет создавать почву для роста нормальной микрофлоры, микрофлоры, что такое вот этот пребиотик, который получают из сибирской лиственницы, без которой мы не решим вопрос тех состояний, которые мы называем дисбактериозом, понятно, то есть смотрите, друзья, у нас уже есть два продукта, то есть у нас есть мета-сел, клетчатка, выбор, а что мне вот лучше мета-сел или клетчатку попить, давайте мы не сегодня, и здесь выбор чисто условный, но есть определенные моменты, на которые надо обращать внимание, хорошо, это не задача сегодняшнего вебинара, вы поймете, где мы с вами будем общаться, и там уже более подробно будем отвечать на этот вопрос, то есть мы здесь подготовили вот эту вот прям плацдарм, и теперь мы должны обеспечить поступление нужных веществ, то есть хорошо, оно готово, но мы же должны сюда дать, опять, я не взяла сегодня всю линейку, я просто вам рассказываю смысл всех наших действий, и наши возможности, но помните, я вам говорила, клеточкой обязательно надо, что там витамины, минералы, полиненасыщенные, насыщенные жирные кислоты, аминокислоты, все это в полном составе, когда мы принимаем органические вещества, органику, ребята, вот не о ядах же речь идет, да, то есть есть травы яда, есть вещества яда, но и то, когда еще раз говорю, мы говорим об активных веществах, то есть это не чистотел, допустим, в чистом виде, да, со своими составляющими, а вещество, которое вытянуто, то есть если мы это вытянули из общего контекста, то, может быть, это не является уже таким ядом, и клетка, когда мы все вот это даем, мы даем, чтобы это было в жидкой среде, чтобы это было во вне клеточном пространстве, в нужном количестве и в нужной степени чистоты этих средств, понимаете, что мы делаем? Клетка, поняк, она же не такая, что вот это она сидит, все, да, и все, я там себя вот это все взяла, и вот уже задыхаюсь, я там хозяин передозировка, ну, так не бывает. Клетка, она с четко выстроенными задачами, ребят, это генетические программы, это программы, заложенные в ДНК, то есть так будет работать клетка всегда, она, если надо, она взяла, если не надо, она не взяла, значит, это органическая через выделительные системы наружу, и в тех количествах, в которых здесь, вот эти вот, я не люблю говорить о дозах, когда мы говорим о БАДах, ребят, о дозах здесь не может идти речь, здесь будет речь идти, речь идти о достаточном количестве вещества, которые необходимы этому организму для решения тех или иных задач, опять это все потом. Значит, классный у нас ред, классный, я тут просто вот кусочек, да, в файл вставили мы, чтобы вы посмотрели его состав, но если я бью этот ред, а перед этим я там метаселл с клетчаточкой, да, все это выстраиваю, как вы думаете, в жидкие среды всосется все это, поступит это все, и пойдет это все в клеточку, да, кушать ей, не просто там носиться, да, по, да, еще носиться это хорошо, а если там не плывет все в сосудах, а вот это вот пешком идет, то оно еще тоже может там не дойти, круто, круто, следующая задача, мы обеспечиваем транспортировку нужных веществ, ребят, мы транспортировку, то есть транспорт этих веществ, обеспечим только по жидким средам, мы не сможем взять вот эту вороночку, знаете, как вот наливаем, да, по воронке куда-то, поставили в бутылку, из большого объема в маленькую, по узкому проводнику, вот это вот влили, так не получится, то есть мы в рот не засыпаем, что по какому-то проводнику это прям в клетку ушло, нет, это все войдет, это все всосется, это все распределится, еще печень все это пропустит, да, она как таможня стоит, причем смотрите, почему не бывает побочных эффектов, побочные эффекты, это всегда возникает тогда, когда печень взяла, и от организма вообще не характерно, то есть это не живое, это не наше, а все живое состоит из одного того же, то есть ничего нового для всего живого не изобретено, то есть в каждом просто живом есть свой качественный и количественный и последовательный набор того, что в природе вообще существует, а тут не живое, значит печень на это все посмотрела и говорит, не-не-не-не-не, слушай, я понимаю, вот это вот пришло, ты должен там заблокировать вот эту реакцию, но блин, хорошо, я тебя там вот сейчас пропущу, но пока я тебя пропустил, еще куча всего такого, которое вот не нужно нам, но ты нам сейчас нужен, потому что давление 220, ты иди, а я тут вот это все ушелуху, после тебя, да, вот эту вот биохимию, которую он запускает неправильно, я как-то вот туда, а когда приходит свое печь, а, слушай, родное, все, слушай, живое, родное, я же знаю, кто ты такой, и все, пожалуйста, вперед, тебя пропускают, оно все прошло, но там есть жидкая среда, что такое жидкая среда, это кровь и лимфа, здесь целая песня, и об этом я могу говорить до завтрашнего 12 часов в 00, или до следующего вебинара, значит, густая кровь, вот я вам показываю элементарный капилляр, что такое капилляр, капилляр, это вот штучка, видите, ну, я говорю, у меня нет, наверное, такой типа указки, вот красненькая и синенькая вена и артерия, и вот такая вот сеточка здесь, а между сеточкой, вот там всякие клеточки, да, то есть вот этот капилляр, этот капилляр является той частью, из которого вне клеточное пространство все выйдет, и в которое все войдет, но все, что должно принести жидкой средой, вот все, что течет, оно должно поступать с нужной скоростью, и нужная скорость, это правильная реология, то есть хорошая, правильная текучесть крови, а что такое правильная текучесть крови, это отсутствие в крови всяких токсических веществ, это нормальные цифры холестерина, то есть нежирная кровь, это нормальные цифры глюкозы крови, несладкая кровь, это отсутствие вируса в крови, Это отсутствие кандиды, грибка в крови. Это очень много факторов, которые не должны. То есть должно быть чистое пространство с составом качественным. И самое главное, вот эти вот красные тельца, которые, видите, они не слеплены друг с другом. Вот это не слепление создает определенный электрический потенциал. Но когда кровь токсична, то этот потенциал меняется. И вот эти красные тельца, эритроциты, которые прежде всего несут кислород, а я вам говорила, что клетка без кислорода не осуществит, сколько бы вы ни дали в нее питательных веществ, она не осуществит дыхание. То есть в ней, если не будет дыхания, значит не работают окислительные процессы. Клетка перерождает, клетка умирается. Представляете, где все это зарыто? Поэтому эти эритроциты, они должны быть разлеплены, они слеплены в какие-то столбики. Все этот процесс через вот эту вот стеночку капилляра, он должен осуществляться. То есть она не должна быть воспалена, эта стеночка. Что делать, друзья? Значит, наша задача – это улучшить вот эту транспортную систему. Об этом тоже будут целые истории, занятия, разговоры, вебинары, причем наверняка неоднократные. Но опять, как нам метаселл выгоден? Мало того, что там биологическая клетчатка, которую робот-пылесос и вывел, так там есть еще и олигосахариды. А олигосахариды – это такая история, которая реально регулирует холестерин и сахар в крови, которые очень хорошо ускоряют вот этот обмен веществ и метаболизм этого всего. Это же классно. Вообще я хочу сказать, что сам по себе хитозал со всеми своими фракциями – это какое-то просто спасение человечества. Это просто уникальная штука. И я понимаю, что когда создан продукт с этими составляющими, плюс на основе и с базой вот этой вот иголочки, с ушком, ниточку в деле провели, работа практически на клеточном уровне. Это то, чего… Вообще, я не знаю, наверное, памятники при жизни будем ставить. И создателям, и производителям, и тем, кто дает сейчас этот инструмент человечеству. Круто! Представляете, да, как один препарат выполняет сколько задач. Следующее. Я почему буду вас немножечко направлять в какие вот моменты. Вот «верум артра» и звучит как «артра», как «сустав». Да, действительно. Есть такое векторное направление со всякими там вот этими прибамбасиками. Они как-то соединились с единым целым, и, естественно, они туда пойдут. Но вот смотрите, когда вы выпили «верум артра», то есть он же там не бежит с плакатом, что «я только вот для сустава, да, я артра». И ты там «вали отсюда, а ты вообще не мой, а я тебе не дам». Да где там суставчик? Ну нет же, конечно. То есть это обязательно будет работать на весь организм. И те вещи, из которых состоит этот препарат, кто и что входит. Это куркумин, мощнейший противовоспалительный препарат и с свойствами антиоксиданта. Опять холестерин, опять снятие системного воспаления, воспаление со стенок сосудов. И я знаю, что такое дегидроатверцитин. Дегидроатверцитин, кстати, на рынке его много. Но частота этого составляющего… И здесь вложено, то есть препарат, не препарат, а составляющая дегидроатверцитин с максимальной своей частотой. Это антиоксидант. Что такое антиоксидант? Я вам говорила, да? То есть что делает антиоксидант? Он снимает окислительный стресс. И вот он способствует тому, что когда загажена, простите меня за эти слова, загажена кровь с токсической нагрузкой, или, допустим, вот вирусная нагрузка, да? Элементарный УРВИ, или тот самый ковид, или там какие-то постковидные ситуации с завороченной этим вирусом, или ты мучаешься этой герпетической инфекцией всю жизнь, или у тебя там цитомигаловирус, это твоя история. То есть в любом случае кровь уже токсически нагружена. А этот препарат, он не даёт возможность вот в этой токсической среде слипнуться эритроцитом за счёт своих антиоксидантных свойств. Понимаете? А, естественно, мы говорим про капилляр. Если там кровь движется не пешком, вот это вот идёт, а движется с нужной скоростью и двигает нужное качество, значит, что случится? Значит, будет то, что мы называем микроциркуляцией и улучшением микроциркуляции. Микроциркуляция. Друзья, все привязались к этим артериям сонным, стенды, шунты. Да, случилось. Ставим, расширяем, держим. Но докопаться до капилляра, то есть капиллярный кровоток в микроциркуляции – это база всего кровоснабжения. То есть всё, что происходит в крупных сосудах в микроциркуляции, то есть там, где клетка ждёт, вот от этого капилляра, что он принесёт сейчас, не получается. Лимонная кислота – то же самое, свободные радикалы. Что такое свободные радикалы? Это крутые огромные штуки, которые просто бомбандируют клеткой. Понимаете, прям бомбандировка идёт, и клетка, ошалевшая, сама превращается и даёт процесс запуска свободных радикалов. Естественно, дорогие мои, если мы снимаем вот этот стресс оксидативный, если мы снимаем воспаление вот это системное, если мы улучшаем функцию иммунитета, если мы улучшаем микроциркуляцию, мы всё даём туда, в жидкие среды, мы всё приносим клеточке, суставчики, вздохнуть, конечно, вздохнуть. Ну, там другие составляющие, ещё раз говорю, каждый продукт имеет свой вектор. Но когда вы пьёте, вот, казалось бы, я бы сейчас вот про опорно-двигательный рассказывала и рассказала вам про артро, да? Но я говорю про артро, там, где идёт речь о транспортировке транспортной системы. Дальше поехали. О воде много, опять же, всего. Пишут, говорят о водном режиме, о всём остальном. И опять же, я в своей жизни вижу, как люди реально соблюдают водный режим. И прям верболезно, вот, и чё вы там на нас. Пьём мы ваши два с половиной, мне всегда нравится. Пьём мы ваши два с половиной литра. Я говорю, что вы пьёте два с половиной? Ну, воду. Я говорю, какую воду? Ну, вот набрали, прокипятили, выпили. Я всегда настаиваю на том, чтобы у каждого человека был определённый каджет, который даёт правильную, энергетически насыщенную, структурированную воду. И качество воды – это очень серьёзный вопрос в решении всех проблем, о которых мы будем с вами говорить. И, естественно, тот генератор, который у нас есть, это мощная штука, мощная идея. Вот так я скажу, это мощная идея, которая воплощена и изображена для того, чтобы вот то самое межклеточное пространство и жидкие среды поить, и клетку поить правильной водой. Я здесь вот отметила, что нормализует pH крови и лимфы. Ребят, что такое pH? pH – это кислотность. И есть чёткая константа 7,43. 7,3, 7,4. Это константа, которой, не дай бог, ты там на несколько десятых туда или туда, или в резкое закисление, или в резкое щелачивание, и случится беда. А уж если идёт хроническое закисление, то это острое сердечное… Вообще, знаете, что такое резкое закисление организма? Это острая сердечная недостаточность, это клиническая смерть. Я вам сразу как бы… Поэтому, если у нас есть такая штука, которая сразу решает кучу задач по нормализации pH, значит, во все программы, во все системы, при любых диагнозах, которые у вас написаны в медицинских карточках, это обязательная вещь. И в дальнейшем, когда мы будем с вами заниматься, когда я вам буду ещё раз рассказывать о каждом случае отдельно, то есть о каждой ситуации, всё равно вы будете мне про сахарный диабет, про варикозы, вот я вижу сейчас, про аллергии спрашивать. Ребят, база… То есть вот мои пациенты, они знают, что если у них не будет вот этой вот вещи, структуратора воды или структуратора, или генератора… Ну вот, вот этого, вот, вот этой штуки, то есть я умываю руки. Потому что просто с кипяченой водой из-под крана мне будет сложно донести до клетки то, что я хочу донести. Ну, я же не против, что оно всё равно в клеточку придёт, но мы же хотим быстрее, мы же хотим вот этот ресурс создать глубже, быстрее и больше. Но для этого надо выполнять все условия системы. Помните, я вам говорила, система – это ещё то, что мы даём извне, энергию извне, качество извне. И вот в эту систему будет обязательно входить качество жидких средств. Нам надо обеспечить в клетку транспорт нужных веществ. Ну, можно, я здесь не буду очень долго останавливаться. Вся фишка, вся фишка в том, что есть здесь флагман, который называется «фектор». И там есть такие штуки, которые всё, что мы с вами будем принимать, оно будет 100% надёжно, бесповоротно и безоговорочно попадать в клетку. И это наш замечательный флагманский продукт «эффектор». И РНА «Веру». Это научная разработка, это определённая технология, это определённые, очень крутые доказательные исследования и ещё раз само производство. Это крутая штука, которая позволяет нам запускать все процессы именно на клеточном уровне. Естественно, немножечко возвращаемся вперёд. И если мы с вами докопались до клетки, вот как бы больного ребёнка, да, вот знаете, да, вы сами болели же когда-нибудь? Ну, болели. Ну, вот когда температура, да, там 39, вот это ломит тебя всё рекой, тут что-то у тебя всё плохо, голова там поехала в одну сторону, тело в другую сторону, тебя выламывает. И тут кто-то, слушай, ну, пей воду, ну, а вот тебе лимон и воды, там какую-то таблеточку, всё. Вот тебе поставили, а ты даже не обращаешь внимания, потому что тебе вот прям плохо. Но если в тебя любящий тебя человек, любящий тебя человек, возьмёт, вольёт в тебя вот эту вот воду и будет вливать в течение суток вот эту водичку, ты же там на следующий день как-то живёшь, наверное, правда же? И потом говоришь, слушай, как я тебе благодарен или как я тебе благодарна, что ты вот настоял, это вообще в жизни всегда так бывает, что ты настоял на этом, и вот я выплыла, клетка то же самое. Когда ей плохо, она может, ребят, уже вот, знаете, вот уже не до чего. А мы с Руна Веру, говорит, не, моя дорогая, на, я тебе говорю, ешь, я тебе говорю, бери. Она, ну, ладно, давай. Ага, пришла она, ой, слушайте, а вроде как легче мне становится. Ну-ка я встрепенулась, ну-ка я пошла. Почему ещё это очень важно? Ребят, смотрите, есть такой предел Хейфлика, и ему удалось выделить три стадии старения. Это, знаете, вот на ДНК, я вам сейчас покажу следующий слайд, видите, есть вот такие вот теломеры, наконечники, которые просто охраняют его, берегут. Но это как вот кляпочки такие, там, сейчас, закрыли, всё, работает. И по мере деления клеток, ну, какие-то клетки могут, было доказано, там 50-52 раза делится, вот, одна клеточка. Эти теломеры, они укорачиваются, и когда их не становится, происходит гибель этих клеток. Но этот процесс естественный, и он заложен в нашем организме, но для того, чтобы это прошло нормально, и в свой срок, чтобы это послезавтра случилось, отпало это теломер, то не стало теломер, а не завтра, когда ещё поздно, для этого надо вот в эту клеточку, то есть, это есть, это есть сам процесс старения, то есть, механизм старения, то в эту клеточку, когда мы поставляем всё для того, чтобы она была здоровая, и делилась, как здоровая клетка, это делает вот этот замечательный продукт. То есть, здесь зарыта история нашего омоложения, здесь зарыта история предотвращения преждевременного старения, здесь зарыта история создания адаптационных ресурсов, здесь стоит история предупреждения развития многих заболеваний, практически всех, то есть, здесь зарыта вся история здоровья человека. И здесь круто, когда вовремя срабатывает процесс абаптоза, то есть, уничтожение, самоуничтожение, организм не может замусорить себя, то есть, если клеточка умерла, включаются механизмы, раз-раз, мы её разбили на всякие частички, на самые маленькие там составляющие, мы выводим вот эти осколочки, эти остатки, то есть, она не будет там торчать и мешает занимать площадку, на её место обязательно должна прийти здоровая клеточка. Представляете, мы в какую историю с вами вписываемся? Круто! И ещё один момент, задача следующая, да, мы клетку обеспечиваем энергетическим потенциалом, одеяло и подушку, то есть скалярная энергия, то есть, что такое скалярная энергия? Энергия, на которой мы живём, да, это такая наша солнечная энергия, то есть, вот, инфракрасная, средневолновая, пожалуйста. И это то, о чём я вам тоже говорила, то есть, это та самая часть системы, которая нам необходимо соблюсти для того, чтобы, помещая в клетку всё живое, мы ещё извне давали ей вот этот потенциал. Я не буду сейчас вам зачитывать, да, что делает эта энергия, как она важна, как это круто, кстати, я вам хочу сказать, что любой наш продукт, это энергетический потенциальный продукт. И следующая задача, это обеспечить регуляцию, то есть, вот это всё, что мы с вами очень коротко, может быть, где-то утрированно, может быть, простенько, может быть, проговорили, этим же надо регулировать, понимаете, для этого, конечно, у нас вот, да, есть, мы её называем ЦНС, которая вовремя сигнал даст, убить, родить, кушать, туалет сходить, двинуть, остановить и так далее, включить, снять, это вот отсюда сигналы. Мы их не осознаём, потому что если бы мы все эти сигналы слышали, то есть, ну, это вот, одна дорога нам бы была. Но управление. И сейчас, к сожалению, в наше время психологическая составляющая, эмоциональная составляющая, она жутко сложная. И в том состоянии, да, что страшно, информационные потоки, многие вот эти моменты, нарушение сна. Сейчас со сном вообще бедового населения, прям вот нарушение сна. Ну, если вот этот вот, грубо говоря, чердак, съехал с катушек, и он вот этой всей прелестью, как бы сигнально не может управлять, то тоже будет сложновато нам системно выполнить ту или иную задачу. Следующий уникальный препарат. И когда я увидела, что там есть литий, первая моя эмоция была, я говорю, вся психиатрия на литий. Причём литий тоже играет роль, какой он, да, я говорю, ведь вся психиатрия на литий, это издавна было вот, этим минералом, веществом пользовались, понимаете, психиатры, это крутая история. и здесь, опять же, это всё рановерум тут, да, то есть мы всё как иголочка, в ушках деля, в клеточку пронесли, у нас есть дефектор. то есть вот эта вот замечательная штучка, это замечательная штучка, то есть как у нас регуляция произойдёт, это по биологически активным веществам, да, то есть через кровь, лимфу, ткань, это больше идёт о гормонах речь, ну вот о уже такой вот, ну, какой-то субстанции, да, субстрата. И, конечно, вторая часть регуляции, это нервная система, нервные босы. И то, и то даёт сигнал к редке, которая, ты должна сейчас это сделать, ты должна сюда пойти, ты это должна выполнить, ты это скушаешь, это выплюнешь, давай, девочка, работай, как тебе положено. Выполнили задачу? Выполнили задачу. Друзья, то есть все те задачи, о которых я вам говорила, сейчас я вам ещё раз их перечислю. Значит, обеспечение поступления нужных веществ, переработка усвоения нужных веществ, транспортировка клетки нужных веществ, транспорт в клетку нужных веществ, обеспечение клетки энергетическим потенциалом, дренаж и частота пространства, которые вокруг клеточки находятся, и обеспечение регуляторной функции, все задачи выполнены. Вам уже более понятно, что надо с собой сделать, куда идти? Или нет? У вас выстроилось как-то вот это вот понимание? То есть нет уже этой, так мягко говоря, паники, боже, такие классные штуки, а с чего начинать, и вообще что делать? Вы не должны бояться, слушайте меня, самого себя. Всё, что я говорила сегодня и вам показывала, это вы сами и ничего нового. Надо бояться антибиотиков, неправильно назначенных и не вовремя выбитых. Надо бояться мешка химических препаратов. Вчера ко мне приходит пациентка, она мне приносит, честное слово, ребята, 32 препарата, назначенного в совокупности четырьмя узкими специалистами, она в шоке, потому что это всё надо ей как-то пить. Вот этого надо бояться, вот тут надо думать. Этого бояться, о чём мы сегодня говорим, ни в коем случае, а потому что ещё раз говорю, это то, что мы. И БАДами много вопросов. Можно ли вы, вот что вы говорите, вылечить БАДами? Ребята, вылечить и излечить БАДы, только БАДами и можно. Всё остальное блокировка и выиграть время и пространство. Вылечиться БАДами можно. Никогда я их не рассчитываю, ни в каких дозах. Есть достаточное количество, достаточного, то есть нужного препарата для того, чтобы этот организм выстроил и сделал свой ресурс, накопил ресурс. У всех наших препаратов накопительный режим. Ребята, ну накопительный режим, не то, что там постепенно вот это всё складывается, мешочки какие-то, нет. Накопительный режим – это исправление ошибок биохимических, исправление поломок. Тут, 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 исправили, оп, всё, выстроили, пошли дальше. Понимаете, что такое накопительный? То есть накапливается не сам препарат, вот тут прям вот сотрите себе, что не РЭД накопится, не там передозировка у вас будет. у вас будет накапливаться результат работы этого препарата в вашем организме. БАДы, показанные в любом возрасте, при любых состояниях, они абсолютно сочетаются с медикаментами, которые, возможно, вы применяете. Я никогда не призываю отказаться завтра от того, что вы пили 15 лет, и пить только биологически активные добавки. Иногда это бывает просто опасно для жизни. Я призываю к тому, что организму когда-то станет не надо вот тот мешок с 32 фармпрепаратами, потому что мы сделали всё для того, чтобы они стали не нужны. И, естественно, я не спорю, да, и бывают очень часто ситуации, которые формируют побочный эффект. Я вам рассказала, что есть гепатотоксичность, невротоксичность. Ты просто обязан пить эти препараты. Потому что что такое побочка? Ведь умирают люди не от бронхиальной астмы. Ну, если не случился бронхиальный статус, астматический, да, статус, когда может человек реально задохнуться за счёт спазма бронхов. А если он лечится при бронхиальной астмой гормонами, то я вас уверяю, гибель человека происходит от гормонной терапии, потому что они там круто иммунодепрессию осуществляют, а не от того, что у него стоял диагноз бронхиальной астмы. То есть, если стоит диагноз бронхиальной астмы, и ты понимаешь, что у тебя там какая-то вот твоя песенка, да, то что для того, чтобы потом у тебя, когда ты решишь вопрос бронхиальной астмы, ты потом не бегал с отваленной печенью, сами понимаете, да, поэтому ты просто обязан сейчас начать защищать свою печень и делать всё, о чём мы сегодня говорили, для того, чтобы у тебя было время решить вопрос вот этой бронхиальной астмы.